Экс-канцлер Германии Шрёдер, недавно встречавшись с Путиным, заявил, что Кремль готов на переговоры по Украине и прочее, можно продолжить путь вперёд. И он дезинформирует людей. Понятно, что Кремль готов на переговоры, но на каких условиях? На таких, на которых нельзя вести переговоры, никто не будет. Поэтому Шрёдер, конечно же, выдаёт желаемое за действительность. Путин накалывает их постоянно. Они на полном серьёзе к нему относятся как к политику, а он шпана. Поэтому он над ним просто издевается. Глава ОНК Москвы рассказал о случаях людоедства в батальоне Азов. Вот в чём только не обвиняли, теперь ещё и в людоедстве обвинили. Представляете, какая мразь все эти главы ОНК и прочие просто подонки, да? Говорит, там кто-то дал признательные показания. Я бы вот эту главу ОНК взял минут на 15 на разговор. Блядь, он в чём только не признался. Что сам себя ел, блядь, признался. Причём я бы даже убить не стал. Просто на неё посмотрел косо и всё. Так что это... И понятно, что... И вот пишет Нью-Йорк Таймс, да, Томас Фридман пишет. Между Белым домом и Зеленским существует глубокое недоверие. И оно значительно больше, чем сообщается публично. Мы как будто не хотим копнуть слишком глубоко в Киеве, опасаясь того, какую коррупцию и выходки сможем увидеть. Ну, если бы Томас Фридман кохопнул в США, я думаю, что увидел бы то же самое. Потому что международное преступное сообщество через различные свои секции, организации, кланы и так далее действует везде. И в Соединённых Штатах, и в Украине. И везде-везде. Всё у них в порядке. И кому бы об этом не знать, как газете Нью-Йорк Таймс. Конечно, они об этом прекрасно знают. И их осведомлённость, я думаю, в этом вопросе очень серьёзная. Ибо они к этому имеют непосредственное касательство. И вот спрашивают меня. Трамп прислали новость. Трамп назвал главную ошибку Зеленского в отношениях с Путиным. И, значит, имеется в виду, что должен был признать, что Крым российский и отказаться от вступления в НАТО. Но если бы Зеленский признал, что Крым российский и вот те территории, которые Россия тогда захватила, то можно было смело вступать в НАТО. Путин, я думаю, ничего не смог бы сделать. Зеленский мог бы переиграть совершенно спокойно. Его не принимали, потому что спорная территория. Откинул, как помните, я и предлагал. Откинул эти территории. Я же понимал, что потом они всё равно вернутся в Украину, потому что Россия развалится в любом случае. Трамп немножко не догоняет. Вообще, у меня такое ощущение, что там или дураки, или дети. Такие люди, как Трамп, они очень сильно иногда удивляют. Рот открась. Я же думаю, что ни хера себе. Такой человек управлял государством. И каким государством? Соединенными Штатами. Верховный суд России признал украинское формирование АЗОВ в террористической организации и запретил деятельность данных групп. Так что нашему полку прибыло. Я не знаю, какой там номер. У них будет 37-й, наверное, или какой там, 38-й уже. Посмотрите, пожалуйста. Ну, это делает нам честь, конечно, такой компании. Батальон АЗОВ ещё. Так мы гордились только тем, что там в нашем списке ИГИЛ, там Талибы, Аль-Каида, тут батальон АЗОВ. В общем-то, такие смелые и правильные люди. То есть, те-то, ну, понятно, у нас с ним ничего общего. А это смело и правильно, и это очень хорошо. Это, так сказать, большая честь. Международная правозащитная организация Amnesty International признала, что Украина нарушает законы ведения войны и создаёт угрозу для населения. Вот интересно, они им самим это в голову пришло или кто-то попросил. Стало известно, что украинские власти отказались от взыскания с Россией за аннексированный Крым. То есть, они хотели взыскать 130 миллиардов, да и вдруг 135, и вдруг говорят, иск отозван. Так это или не так? Причём, говорят, отозван полгода назад. Но насчёт полгода я не верю. Если отозван, то, наверное, сейчас. И почему отозван? Потому что, наверное, есть возможность вернуть Крым в Украину. Только так можно это объяснить, и никак иначе. Ну, или, может быть, это не соответствует действительности. Это тоже вариант. И вот интересная ситуация. Пишут, вот мне прислали с трёх мест разных, что родственники бьются за деньги гробовые. Вот эти, которые это с Дальнего Востока прислали, и с Самары прислали. Тут какой-то Валерий Коваленко из Пскова. Вот три, значит, таких битвы. Но я думаю, что их гораздо больше, потому что мы знаем о огромном количестве погибших, и о том, что родственники делят вот эти гробовые деньги. Я думаю, что скоро до смерти убийства будет доходить. Вот попомните мои слова, что скоро родственники будут убивать друг друга, чтобы получить целиком эти деньги. Прямо в ближайшее время такие новости. Ну, или попытка будет, или убийство, или попытка. Я не обязательно, что это будет доведено до конца. Ну, кого-то там порежут, побьют, забьют. Кого-то закажут обязательно. Ну, то есть, там, сто процентов это будет. Вот прошел день ВДВ, и столько интересного. Невменяемая бабка с криками за ВДВ подкралась к женщине с собакой на руках, которая стояла у кассы. Видео есть на телеграм-канале «Революция». Ударила бутылкой коньяка собачку Чихуахуа по голове. Та сразу отрубилась, а бабушка эту бутылку поставила на место. В общем, у собаки. Это в Калуге было две трещины в черепе. И, в общем-то, непонятно, почему за ВДВ нужно бить бутылкой коньяка собаку по голове. Представляете, что башки у этой старухи. Я понимаю, она взяла бутылку из себя бы, шарахнула. За ВДВ! Вот это было бы и фонтан полезло. Ну, тогда было бы вообще нормально. Житель Подмосковья убил знакомого в день ВДВ из-за спора о том, что лучше – ВДВ или ВМФ. Видите, вот мы так и не узнаем, что лучше, потому что спор закончился очень неприятно. Слава, ведь каждый твой стрим может быть последним. Ты террорист для них и подлежишь ликвидации в первую очередь. Говори, что знаешь сегодня, и это важно. Я говорю каждый день, все, что знаю, абсолютно без утайки, без какой бы то ни было. Но насчет того, что каждый день может быть последним конунг-белорус. Конунг-белорус каждый день может быть последним для любого человека на Земле, ибо мы смертны. А раз мы смертны, значит, когда-то мы умрем. Смертны мы, если ты помнишь, Воланда, да, внезапно, внезапно смертны. Кто и знает, я вот террорист, как они меня называют, и уже многих из них пережил. Как ты видишь, они вроде были не террористы, а... Воланда 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 Продолжение следует...